Верхний Икорец. Первоначальное название Городецкое. Село Бобровского района Воронежской области России. Административный центр Верхний Икорецкого сельского поселения. Название села происходит от реки Икорца, на которой оно расположено. Происхождение названия реки неясно. Возможно от диалектного слова «икра», означающее «льдина». Высказывалось и такое объяснение – Икорец – место икрометания Донской рыбы. Словом, пока убедительного объяснения нет. Летом 1686 года по реке Икорец были построены три слободы крепости. Сначала они назывались просто Икорецкими селами, потом разделились на Верхний, Средний и Нижний Икорец. К 1699 году Верхний Икорец был окончательно заселен служилыми людьми из Воронежа, Ельца, Каратаика, крестьянами из Пашихонского и Ярославского уездов. Затем в 1701 году появилось несколько семей дворцовых крестьян из северных уездов России. О тяжелом положении первопоселенцев говорит такой факт. В 1705 году многих крестьян в Верхнем Икорце не оказалось. Одни ушли в северные уезды России, где жили раньше, другие подались на Вольный Дон, подальше от царских притеснителей. Только что построенная в селе церковь пустовала, даже поп Василий вместе с детьми бежал на Дон. В 1708 году в Икорецкие села пришли участники булавинского восстания. Многие крестьяне ушли с ними. В 1746 году в селе было уже 77 дворов. Селились люди небольшими поселениями и называли их каждое по-своему. Это и Юровка, Хомячевка, Крыловка, Большая и Малая Реповка, Галышевка, Самодуровка и другие. Все эти названия остались до сих пор в народе и считаются улицами села, хотя официально носят другие наименования. В 1763 году по результатам третьей ревизии проживало 118 душ дворцовых крестьян. В 1792 году была построена церковь во имя Михаила Архангела. С тех пор Михайлов день, 21 ноября, считается в селе престольным праздником. К началу XIX века в селе насчитывалось около 200 дворов. Свои дома первые жители строили, как правило, вблизи реки и леса. В 1812 году на битву с французами из села ушло народное ополчение, 15 рекрутов. В 1900 году в Верхнем Икорце имелись 6 общественных зданий, земская школа, школа грамоты, 2 кирпичных завода, 3 маслобойных завода, 4 ружки. В июле 1905 года в Верхнем Икорце произошел крестьянский бунт. Были разграблены и сожжены 13 помещичьих имений. В 1915 по 1916 годы завершены работы по возведению Троицкой и Казанской церквей. Они были не освящены и разрушены в 1934 году. В 1924 году в селе Верхний Икорец возникло пчеловодческое товарищество. В 1927 году сельскохозяйственная артель «Победа». В 1928 году артель «Красный Союз» и птицеводческое товарищество имени Третьего интернационала. На их базе в 1930 году создан колхоз «Заря социализма». 11 февраля 1930 года в селе Верхний Икорец произошел крестьянский мятеж. В 1933 году в селе проживало 7830 человек. В селе располагалось три школы, было еще три школы в поселке Заречный, Нескучный, Копаня. Имелись также свой сыроваренный завод, дающий 320 тонн продукции в год. Из кирпича Казанской церкви в Заречном построили школу, а Троицкую церковь продали в совхоз «Степной». Советская власть в селе была установлена в 1918 году. В 1927 году была создана Верхний Икорецкая машинно-тракторная станция. В 1934 году был образован еще один сельский совет – Федоровский. В этот же год было образовано девять колхозов. По воспоминаниям жителей села, до 1937 года крестьянам жилось тяжело. Хлеба на трудодень приходилось только 200 граммов, поэтому чистого хлеба не ели, а все с примесями. Только в 1937 году выдали впервые по одному килограмму на трудодень. Как до войны, так и после войны на трудодень колхозникам давали только натуроплату. Хлеб, сено, фураж, везли вазами арбузы, в общем, все, что выращивалось в полях. А в двух колхозах Красная Нива и Крепим Союз, где были большие пасеки, давали мед. Люди воспрянули духом, работали весело, с песнями. Так было и в летний жаркий день, 22 июня 1941 года, когда все взрослое население было на покосах. Прискакал гонец из сельского совета и объявил, что началась война. Первых новобранцев сельчане провожали с гармошками. Затянувшаяся война требовала все новых и новых солдат. Замолтли на селе песни, ушли на фронт гармонисты. Всего за годы войны из села ушло на фронт более двух тысяч человек. Пали смертью храбрых 1373 человека. Три односельчанина стали героями Советского Союза. Штурман авиаэскадрильи гвардии старший лейтенант Петр Данилович Просветов. Авиатор майор Анатолий Гермалович Рубахин, старший сержант Дмитрий Михайлович Яблочкин. Ушедших на фронт мужчин заменили женщины. В машино-тракторную станцию на трактора пришли молодые девушки Терехина, Болдырева, Межова, Карпова и другие. В 1942 году фронт вплотную приблизился к Бобровской земле. В конце 1942 года и в начале 1943 года в селе расположились три военно-полевых и один инфекционный госпитали. Размещались они в основном в школах. Раненых привозили в них прямо с передовой. В уходе за ранеными оказывали помощь местные жители. В 1967 году в селе был открыт памятник на братской могиле воинов, умерших от ран и в госпиталях. На мемориальных досках высечены их имена. Вот что писала районная газета «Колхозный путь» 9 сентября 1943 года. В дни, когда наша Красная Армия наносит сокрушительный удар по ненавистному врагу, освобождает сотни населенных пунктов, возвращает радостную свободную жизнь тысячам советских граждан, колхозники Верхний Корецкого сельсовета, стараются удесетерить свою помощь героическому фронту. Только за последние несколько дней сдали они в Фонд здоровья защитников Родины 250 литров молока, 30 кг меда, 250 яиц, 200 кг огурцов, 4 центнера картофеля, много муки, кур, масла. Во всех колхозах широко развернулся сбор теплых вещей для воинов в Советской Армии. Сельская комиссия уже зарегистрировала поступления 77 овчин, 27 кож, 17 кг шерсти, 30 пар носков и перчаток. Пример трудолюбия показывали Тоболина, Просветова и другие. Вместо нормы 0,75 гектар, каждая из них скашивала по 1,5 гектара вручную. Благодаря героическому труду колхозников сохранились прежние размеры посевных площадей и уровень урожайности. Более 200 сельчан были награждены медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. После Великой Отечественной войны в память о защитниках был установлен памятник неизвестному солдату на братской могиле. В 1967 году в Федоровке была построена 8-летняя школа, а с 1970 года она стала средней. 1 сентября 1999 года в центре села открылась новая школа, в которой были объединены Верхнекорецкая, Федоровская и Нескучинская школы. В настоящее время в селе Верхнекорец имеются сельскохозяйственные предприятия ООО «Заречье», 10 крестьянских фермерских хозяйств, лесничество, средняя школа, дом культуры, библиотека, детский сад, амбулатория, аптека и почтовое отделение. В 2011 году население составляло 1150 человек. Субтитры создавал DimaTorzok